мы пришли битский лес это коньковский ручей водный объект приток реки чертановки и здесь в настоящее время ведутся работы по берегу крепления так называемой работы ведутся по заказу губ мосводосток подрядчик осуществляет здесь работы на водном объекте коньковский ручей находится федеральной собственности соответственно по водному кодексу пользование право пользования водным объектом в целях ведения определенных работ ног убительных берегу гребительных взрывных и иных предоставляется в пользование решением органа исполнительной власти мы сделали запрос когда узнали о том что ведутся работы сделали запрос в росводоресурсы который ведет реестр водных объектов и всех связанных с ним ограничений и параметров и получили информацию из росводоресурсов что подрядчик действительно получал разрешение на право пользования этим водным объектом но значительно углубился дальше тех координат которые мы были предоставлены порядка 95 метров подрядчик зашел тем самым нарушив водный кодекс кодексом административных правонарушениях за самовольное занятие водного объекта предусмотрена административная ответственность вот кроме того мы проведя обследование обнаружили здесь ряд других серьезных нарушений природоохранного законодательства водного кодекса в частности вот вы можете видеть здесь размещаются отвалы размываемых грунтов прибрежной защитной полосе что точно также запрещено 65 статьей водного кодекса кроме того ну как я уже говорил здесь самовольное занятие водного объекта так как это особо охраняемая природная территория то здесь положением обо пт запрещено изменение исторически сложившегося ландшафта мы видим с вами что вот так так такие берега укрепления такие габиона которые здесь ставятся очевидно портят искажают ландшафт особо охраняемой природной территории кроме того мы здесь выявили факты порубок деревьев по берегу ручья соответственно самовольная порубка уничтожения деревьев образует состав административного правонарушения предусмотрено 839 куб российской федерации потому что как мы установили порубочные билеты на рубки здесь вдоль ручья не выдавались ну и соответственно вот подрядчик говорит утверждает будто бы работает по проекту хотя на самом деле даже из материалов их проекта следует что они существенно нарушили те границы которые у них были запланированы и пошли гораздо дальше кроме того мы сделали также обращение в рост рыболовство потому что соответствие с законодательством ведение любой любого вида работ вообще да существует презумпция экологической опасности любого вида хозяйственной деятельности а в отношении к водным объектам здесь должны учитываться также требования к безопасности сохранению водных биологических ресурсов среды их обитания и вот исходя из ответа рост рыболовства также следует что подрядчику не было не согласовывалось проектной документации на ведение данного вида работ что является еще одним нарушением и законодательства водных биологических ресурсов и нарушением природоохранного законодательства вот поэтому все материалы этих нарушений зафиксированы в настоящее время и будут переданы в межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия исчерпывающих мер в отношении этих нарушителей к сожалению такие нарушения у нас распространены в москве зимой подобное вот устройство габионов было на реке раменки где также у нас есть одноименная ландшафтный заказник особо охраняемой природной территории и тогда тоже по заявлению по выявленным нарушениям прокуратуры было возбуждено сразу четыре административных дела в отношении недобросовестных подрядчиков вот поэтому мы будем вести дальнейшее наблюдение за тем что здесь происходит собирать материалы и передавать с оценкой тех нарушений которые выявлены эти материалы в межрайонную природоохранную прокуратуру и Продолжение следует...